Как переползающие змеи Слушают самые классные С самого начала напряжение начинает расти Обратите внимание, как Лариса демонстрирует свою отчужденность и безразличие к происходящему Как бы движениями своего тела показывая, что я выше всего этого Я оказалась здесь случайно И вы должны спасибо мне сказать за то, что я здесь Я совершенно из другого мира Я гораздо выше, а вы все низко Мне это все не важно и не нужно Смотрит она здесь вдаль куда-то И обратите внимание, как Валентина здесь И конечно можно понять, смотрит на Ларису Как бы наверняка чувствуя эту волну необходимости Все-таки произвести на нее впечатление И показать ей, что мы можем весело здесь поиграть Как Валентина здесь будет преимущественно находиться в детском эго состоянии А Лариса в родительском И конечно, учитывая разницу в возрасте в том числе Им обоим и обеим будет максимально комфортно находиться в соответствующих состояниях О двойных посланиях в том числе будет идти здесь речь Но в конце концов, я же ради тебя стараюсь Сделай это нормально Это двойное послание На внешнем уровне я хочу тебе помочь На внутреннем уровне ты должен от меня зависеть И мы будем с вами здесь разбирать эти крючки Когда один человек пытается поддеть другого Делая вид, что ничего особенного не происходит Будем говорить о том, как реагировать на такого рода крючки Ну и конечно, мы с вами обязательно будем обращать внимание На изящное мастерство Максима Который будет способствовать тому, чтобы это пламя разгоралось Но недостаточно сильно, дабы не обжечься И недостаточно слабо, чтобы не замерзнуть Как он будет активно следить за интенсивностью пламя этого костра Которое будет разгораться в пространстве этого выпуска Итак, основное внимание буду ваше здесь Я фокусировать на этих двойных посланиях На крючках На том, как Лариса пытается взять на понт Людей, которые здесь находятся Кроме того, как Валентина иногда будет клевать Иногда будет их отражать Иногда будет выбирать, превращать врага в друга Ведь лучший способ уничтожить врага, сделать его другом И здесь можно будет видеть очень мужественные Я бы даже сказал, и сильные поступки в исполнении Валентины И хотя с одной стороны кажется, что разница в возрасте здесь есть И разница в мудрости должна быть Но мы увидим, кто большую стойкость и желание дружить А нежелание создавать врага на ровном месте Будет здесь демонстрировать Не только словами, но и сердцем А о чем этот выпуск для вас? Итак, вы можете обзавестись сейчас конспектами Делать некие записи И помните, с вами Альберт Сафин Моя задача выносить на поверхность ряд гипотез Если хотя бы одна из них будет для вас полезной Это будет для меня большой наградой А сейчас обратите внимание на то Как Лариса демонстративно показывает Насколько ей все равно и безразлично, что здесь происходит Словно ее заставили здесь быть Как бы ей должны все спасибо сказать, что она здесь Ну, Лариса, спасибо большое, что вы здесь Расскажите, как мы можем заслужить Ваше величество и ваше общение с нами Имейте в виду, если другой человек демонстрирует такой холод Это просто его манипуляция Не ведитесь, не клюйте на этот крючок И можем наблюдать, как Валентина здесь присматривается Так что к чему И о процессах, протекающих не только вовне, но и внутри Будет речь в этом материале Поехали За голос отвечает Лариса Долина За все остальное Если вы работаете с группой И наблюдаете такое поведение у одного из участников Я, бывает, с таким сталкиваюсь Особенно в корпоративном формате Крайне важным может быть вот что Да, скажите Со всеми ли сейчас созвучны те цели и задачи Над которыми мы будем работать Нет ли у кого-то из вас такой мысли Что мы с вами напрасно тратим время Если у вас есть какое-то сопротивление Сразу о нем скажите И только разобрав его, будем двигаться дальше Вы в действительности готовы над этим сейчас работать То есть, если вы работаете с группой И выступаете публично, например И вот у вас команда или группа Крайне важно перед тем, как продвигаться дальше Убедиться в том, что прошлый этап Является созвучным для каждого И они готовы вкладываться и прилагать усилия Для совместной работы Это маленькие комментарии и замечания для тех Кто работает с группами И сталкивается с сопротивлением Какого-то конкретного или ряда участников Если кто-то из участников Активно продолжает выражать сопротивление То не стремитесь уговорить другого человека Не задабривайте В таком случае, получается, вы клюнули И пляшете по дудку манипулятора Отпустите Видимо, наше мероприятие не может быть для вас По-настоящему полезным Я приглашаю вас не тратить ваше время напрасно И уходить, и заниматься своими делами Да, пожалуйста, пожалуйста Ага Итак, мои дорогие, а мы продолжаем Можете сказать, вы здесь Или, коллеги, продолжаем То есть, смотрите Это великое правило, можно сказать Обучение для всех не работает Или Всем мил не будешь Если вы сталкиваетесь с сопротивлением И вы не можете его уладить, например То не пляшите по дудку Не позволяйте другому уговаривать вас Его в чем-то убеждать Просто отпустите Конечно, сейчас это не про этот выпуск Это просто про прием Который можно использовать Если вы работаете с группами Или в индивидуальном формате И сталкиваетесь с сопротивлением Вам действительно важно над этим сейчас работать Скажите Вам комфортно именно сейчас этим заниматься Скажите, вы понимаете Важность необходимости работать над этим Именно сейчас То есть, такого рода вопросы можно задавать Чтобы коснуться намерения вашего собеседника Есть ли что-то, что сейчас мешает вам над этим работать Вот такого рода приемы могут быть полезными Вы действительно готовы внимательно изучать этот выпуск Мой уважаемый зритель И делать для себя важные выводы Которые могут быть для вас по-настоящему полезными И благодаря знакомству с которыми Вы можете смело поделить свою жизнь На до и после знакомства с ними Конечно, в лучшую сторону Готовы? Ну тогда продолжаем И заведующая кафедрой эстрадно-джазового вокала Итак, заведующая кафедрой джазового Эстрадно-джазового пения Вот это важный момент Двойное послание мы здесь наблюдаем С одной стороны Ты неправильно говоришь И я тебя поправляю Но с другой стороны Как я это делаю? Ты неправильно говоришь Вечно тебя надо поправлять В конце концов Ну посмотрите, какое ничтожество Вы из себя представляете Вечно мне надо вас поправлять Пение в конце концов То есть здесь мы можем наблюдать Как разворачивается вовне То, что происходит внутри Вы знаете, как правило В чем бы человек ни был уверен Он всегда найдет этому подтверждение В этом и заключается важная особенность Что человек переживает эмоции Не в результате событий А создает такие события Чтобы иметь возможность проживать привычные эмоции И находить подтверждения Своим убеждениям О себе, о других И о мире в целом Как и здесь Какие интересные убеждения Находятся внутри Ларисы Вечно вас надо поправлять Необразованная тупая молодежь Вечно мне нужно вас поправлять И говорить вам как правильно Вы ни на что не годный без меня Мне нужно постоянно говорить вам Что нужно делать Даже если в данном случае Перед Ларисой окажется Ну гениальный, шедевральный человек Она и там найдет способ его поправить Это первое И смотрите, как Максим Подбрасывает дополнительно Дрова в этот костер Ой, поправьте меня, пожалуйста Я не прав Можно пересдать Как бы стимулируя Ларису Таким образом проявляться С одной стороны Но с другой стороны Пытаясь ей показать Насколько смешным Это может выглядеть со стороны Использует он здесь гиперболу Как противодействие Такому нажиму И далее Смотрите Валентина здесь начинает смеяться Но это не смех Потому что смешно Это смех защиты Надо посмеяться Как будто это смешно Чтобы поскорее Это напряжение ушло Ведь зачастую для человека Вот такой смешок Это своего рода попытка Погасить пламя Он опасается Пребывать с ним С этим пламенем Лицом к лицу Опасаясь обжечься А то потом Кожа может болеть До костей обжечься можно И приученный К такому способу Взаимодействия с пламенем Зачастую обыватель Может отшучиваться И отсмеиваться То есть то, что мы наблюдаем Здесь в этих микродвижениях Это как бы подтверждает Сказанное выше И будет готовить нас к тому Чтобы наблюдать то Что мы увидим Чуть позже Итак Убеждение Ларисы Здесь Вечно вас надо поправлять Ни в чем вы не разбираетесь Пение Даже тема не в том Как она это сказала То есть что она это сказала А как Невербальное какое послание С жестами и телом И защитная реакция Валентины Защититься смешком А чем защищаетесь вы Во-первых А во-вторых Что вы можете делать Чтобы не оказываться В такого рода коммуникации И как вы можете Тренировать свою способность Быть с ними лицом к лицу Надо же Как интересно Можно я пересдам Что-то культуры Молодец Все правильно выучил Господи Зачастую не человек Проживает свои роли А роли Проживают себя Этим человеком То есть Если по-хорошему Человек Управлять Должен Ролями В которых он Находится В том или ином Контексте Своей жизни Но бывает Это маска И роль Настолько Впивается В нежную ткань Кожи Его лица Что человек Даже со слезами Из глаз Не может эту маску С себя содрать Поэтому Молодец Когда делаешь Как я говорю И пение Когда делаешь Не так Как я говорю Интересно Есть ли контекст В жизни Ларисы В данном случае Где она может быть Не строгой Учительницей А вы знаете Коварство Строгой Учительницы Здесь заключается В том Что последнее Что ей нужно Это чтобы люди С которыми Она работает Что-то для себя Ценное И важно Извлекли Самое главное Для такого рода Типажа Можно мы сказать Дальше Преследователя В соответствии С драматическим Треугольником Это находить Это находить повод Катить бочку На другого И даже Когда другой Абсолютно Изящен И блестящ Все равно Повод Катить на него Бочку Преследователь Найдет Смотрите Это исследование И выпуск Посвящены Не людям Этим Человек Является Гораздо Более Разнообразным И прекрасным Чем то Как он может Выглядеть Даже в отдельно Взятой И даже В продолжительной Передаче Я сейчас буду Утрировать Гиперболизировать Использовать Это как Педагогические Приемы Для учебного Процесса Этот выпуск Посвящен Не людям А художественным Образам Которые Как кокон Окружает Каждого Из этих Участников Этой передачи Именно В этом Пространстве Поэтому Двигаемся Дальше Можно на вы На ты На ты Валя Есть у тебя Какое-нибудь Образование Музыкальное Есть? Есть какие-то Требования К поступающим? Должен хорошо Поющий человек Быть Лариса Готовит Пространство Для удара Можно сказать Натягивая Тетиву Чтобы Побыстрее Полетела Стрела В ее Оппонента Ведь Воспринимает Она Сидящих В зале Здесь Как своих Врагов И оппонентов Даже Когда будет Говорить Что вы Я с вами Не спорю Просто Да-да-да-да-да Просто Но Так вот Все что было Дано Не имеет Никакого Значения Это так Пыль в глаза Ну так Смотрите Да Для того Чтобы поступить И учиться У меня Человек Человек должен Как минимум Хорошо Уметь Петь Готовит Она Пространство Для удара Пощечину Сделать В Валентине Потому что Совсем Скоро Будет Говорить О том Что ты Даже Петь Не умеешь И поэтому Ты не то Что Не можешь Позиционировать Себя Как певицу А ты Даже Недостойна И не способна Поступить Обучаться Ко мне Что мы Здесь видим Вне зависимости От того Сколько Лет Может быть Человеку Хоть 60 Хоть 80 Хоть 50 Этот человек Может функционировать Как ребенок Который играет В игру Мое Лучше Чем Твое Вот у меня Чтобы поступить Надо уметь Петь А ты Поешь У тебя там Какие-то Миллионы Просмотров Но ты Даже Недостаточно Хорошо Это делаешь Чтобы ко мне Поступить Вот Когда человек Играет В Мое Лучше Чем Твое Я Умнее Тебя Я Лучше Чем Ты То Кто Здесь Лучше И вообще Есть Ли Лучше Но что Можно точно Сказать В этот момент Времени Когда человек Играет В эту Игру Мое Лучше Чем Твое То Сколько Бы Морщин Вы Не Наблюдали На Лице Его Сколько Бы Возраста Не Было Бы Вписано В Чего-то И Этими Наездами Он Пытается Компенсировать Это Как правило Человек Свою Неудовлетворенность Своей Жизнью Разрушенными Нереализованными Надеждами И Прочее Когда Человеку Всегда Мало И Жадность Открывает Его Рты Он Пытается Таким Образом Наездами На Другого Особенно Беззащитного Ведь Перед Ней 19-летний Ребенок Вот-вот Недавно Вылупившийся Из детского Сада Можно Сказать Здесь Но Чем Более Беззащитным Является Другой Тем Сильнее Иногда Преследователь Хочет Нападать Доказать Ему Что Он Неправ Но Для Чего Во-первых Во-вторых Следует Ли В данном Случае Что-то Ему Доказывать Нет Не Надо Идти В лобовую Атаку Иногда Будем Здесь Мы С вами Наблюдать Как Валентина Будет Клевать На Эти Крючки Немножко Выходить Из себя И питаться Что-то Ларисе Доказать Но Иногда И Это И вызвало Во мне Желание Посвятить Этому Выпуску Свой Разбор Она Не Будет Клевать И Не Будет Требовать От себя Необходимости Что-то Кому Быто Небало Доказывать Это И Есть Позиция Силы Потому Что Кто Знает Тот Не Доказывает И Не Убеждает Ни В чем Другого А Доказывается Слюнями Изо Рта И Убеждает Тот Кто Не Знает Очень Важно Быть Выше Этой Игры Да Может Быть Такая Точка Зрения А Что Вы Еще Думаете По Этому Поводу Так Да 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 Когда Вы Как Вода Вас Не Зацепить Крючком Вас Не Поймать Вы 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 А Это Самое Главное Да Конечно Слух У меня Же Вокальная Кафедра Ага 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 Вот Этот Знак Сигнал Ну Понятно Что Что Это Лучше Это Наверняка Многим Из вас Знаком Который Лишь Подтверждает То О чем Мы Говорили Выше Ну В конце Концов Ну Придется Мне Вас Снова Учить И Смотрите Важный Момент Может Сформироваться Иллюзия Будто Мы Здесь Некое Поведение Осуждаем А Некое Наоборот Подтверждаем Нет Каждый Тип Поведения Является Уместным В определенный Момент Времени Каждый Раз Когда я Работаю Над Тем Или Иным Выпуском Я Подхожу К нему С большой Благодарностью К Участникам Лариса Валентина И Максим Здесь Вместе Втроем Предоставляют Богатый Материал Для Изучения Подходить К которому Важно С уважением И с благодарностью Каждому Из них Троих Подойти К процессу Обучения С уважением И с благодарностью Это Обязательное Условие Чтобы Открыть У себя Возможность Учиться А не доказывать Всем Что я Здесь Самый умный Поэтому Это интересный Момент И Лариса Его здесь Продемонстрировала Которая Как знак Является Очень Красноречивым Но в конце Концов Что непонятно Что ли Что синее Лучше Красного Здесь С собой Обесценивание Является Чувствует По берега Попутала Ты Куда Лезешь Ты Че Меня Обесцениваешь Она Решила Не клевать На этот Крючок И Спокойно Если Для вас Это Ничего Не Значит То Нормально Выдерживая Дистанцию Защитила Личные Границы Прекрасная Иллюстрация Того Как Не позволить Другому Себя Обесценивать Это Просто Ваше Мнение Вы Можете Так Думать Это Ваши Впечатления Да Да И Такая Точка Зрения Может Быть Ну Ладно Что Тогда Поделаешь Но Конечно Отразило Этот Удар Но Потихонечку Маленькую Царапину На Нежном Сердечке Этот Удар Мог Оставить У меня Кроме Панайотова Звезд Нет Он У меня В этом Году Заканчивает Отучился Пять лет Вальд Видишь Вальд Ты в курсе Что есть Панайотов Он Учился Пять лет Но Я его Не знаю Ты Не Знаешь Что Такой Панайотов Честно Лариса Находится Здесь В состоянии Критикующего Родителя Но Когда Я Нахожусь В состоянии Критикующего Родителя Я Искушаю Своего Критикующим Ребенком Или Загнанным Ребенком То есть Смотрите Как интересно С одной стороны Критикующий Родитель Чтобы все Было Хорошо Хочет Но С другой Стороны Он Делает Все Для Того Чтобы Создавать Сопротивление Против Себя Чтобы Иметь Возможность С ним Работать Как Критикующий Родитель Потому Что И Здесь Может Быть Если Обесценивания Из Таким образом Ого Он Пять лет У вас Учился А я Даже Не знаю Кто Это Такой То есть Такой Знаете Как Микробунт Прорывается Из Недр Сердец Валентины Здесь Пытаясь Компенсировать Ту Небольшую Царапину Которую Нанесла Лариса Своим Обесцениванием 14 миллионов Для меня Это Не имеет Никакого Значения То есть На Внешнем Уровне Для меня Не имеет Значения На внутреннем Все что ты делаешь Ерунда Понятно И так И здесь Ого Он учился у вас Пять лет А я даже не знаю Кто это такой Ты не знаешь Панайотова В конце концов Что можно с тобой Делать О чем говорить Если ты не знаешь Кто это такой Это то же самое Что знаете Представьте Что вы специалист В химии Например И знаете Особенности Каких-то тонких Соединений То что происходит Сейчас Это то же самое Что ходить По улице Ты что Не знаешь Вот эту Особенность Химического Соединения Да о чем Вообще В конце концов С тобой Говорить И вот Такое выражение Делать Лица И такой Жест Не клюйте На этот крючок Не начинайте Чувствовать себя Не в порядке Это просто Типичная Манипуляция Из критикующего Родителя Который пытается Сделать вас Зависимым От него Итак Мы здесь Наблюдаем Как Лариса Сама Вызывает Желание У Валентины Себе сопротивляться Чтобы у Ларисы Было больше повода Вот так пальцем Показывать И бочечку катить Это важная мысль Зачастую человек Сам создает Себе проблемы Чтобы иметь Необходимость Их решать Чтобы хотя бы Таким образом Заполнять Вакуум Своей жизни Это важная метафора Которая может быть Полезной Зачастую Человек Сам создает Себе проблемы Чтобы иметь Возможность С высунутым языком Который болтается На его правом плече Эти проблемы Решать Потому что Это заполняет Вакуум Его жизни И позволяет Ему Думать О чем угодно Но не о том Что по-настоящему важно Кто он Куда он И куда идет Его время Это важные вопросы Зачастую человек Делает все Чтобы обеспечить Себя проблемами Лишь бы не заниматься Тем Что может быть Для него важно Но у каждого Есть выбор А что выбираете Вы Извините Зачем ты меня сюда привел Да именно для этого Чтоб ты это сказал Организовать С другим человеком Альянс Это значит Вместе Друг другу Помогать Взаимовыгодные Соглашения Взаимовыгодное Взаимодействие Когда рука Руку моет И один плюс один Одиннадцать Альянс Согласовать И создать С другим человеком Коалицию Это значит С ним вместе Воевать Против другого Здесь можно сказать Лариса Приглашает Максима В коалицию Против Валентины Не в альянс Давайте втроем Сделаем Классную Передачу А в коалицию Против Зачем ты Сюда Меня позвал Какие Идиоты Меня окружают В конце концов Максим Зачем Ты Меня Сюда Позвал С одной стороны Этим Маневром Это как косвенный Удар Пощечина По Валентине Потому что Она недостаточно Хороша Для Ларисы А с другой стороны Это приглашение Максима В коалицию Создавать Гораздо выгоднее В стратегической Долгосрочной Перспективе Не коалиции То есть Не дружить С кем-то Против кого-то А альянсы Дружить С кем-то Вместе Взаимодействовать Для того Чтобы это было По-настоящему Полезно И для вас И для меня Альянс А что же вы тогда слушаете Если вы не знаете Кто такой Панайотов Я выше говорил Что как правило В коммуникации Есть всегда Два слоя Это внешний И внутренний Или это Социальный И психологический То есть Внешний Или социальный И внутренний Или психологический Здесь Какое слово Использовать Это как вам удобнее Иногда я могу Говорить Например На социальном уровне Вот что мы слышим А на психологическом Вот Или на внешнем уровне Мы вот что слышим Ухом А на внутреннем Вот что мы слышим Сердцем И так и здесь Но что вы тогда Слушаете В конце концов Во-первых Вы Потому что здесь Обращается Лариса Не к реальному Человеку Который находится Рядом с ней А ко всем Этим никчемным Бездарям И никчемностям Которые живут У нее в голове Эти другие люди Которых постоянно Нужно наказывать И говорить Как правильно жить Ну а что вы Тогда слушаете Далее Смотрите На внешнем Или социальном уровне Мне интересно Что вы слушаете А на внутреннем Что бы ты мне Не сказала сейчас Это будет то Что мне не нравится Потому что тебе Должно нравиться То Что нравится мне Понятно И ты должна У меня получить Разрешение Жить и дышать Понятно Поэтому давай Заслужи Вот очень важно Замечать эти два уровня Но что вы тогда Слушаете В конце концов На внешнем уровне Скажите Что вы слушаете На внутреннем Что бы ты мне Не сказал Ты не права А что же вы тогда Слушаетесь Если вы не знаете Кто такой Что делать В такой ситуации Когда ваш собеседник Делает вид Что задает вам вопрос Но на внутреннем уровне Просто делает пощечину Или пытается ее сделать Тогда важно Сделать захват Встречным вопросом Например А скажите Вам действительно Интересно узнать Какие у меня Музыкальные предпочтения А вам действительно Хочется знать Какие у меня Пристрастия к музыке То есть Задать вопрос Касательно того А в действительности Или другого человека Интересует то О чем Он вас сейчас спросил Таким образом Дать возможность Собеседнику Услышать самого себя Он может подумать Здесь И действительно Чего это я Бочку качу На ровном месте Это может помочь Охладить пыл В данном случае Так Секунду Скажите А вы реально Хотите узнать Какие у меня Лично музыкальные Предпочтения Как бы между строк Скажите Вы сейчас Со мной Разговариваете Или с вашими Образами Других людей И меня В том числе Очень важно Вот что учитывать Как правило Человек В этом состоянии И критикующего Родителя И загнанного Ребенка И бунтующего Ребенка И задабривающего Родителя Ну я же ради тебя Стараюсь В конце концов Давай я все Для тебя сделаю То есть смотрите Можно сказать Есть 4 состояния Пребывания В которых Превращает Жизнь человека В ад Это критикующий Родитель Ну посмотри Что ты делаешь В конце концов Потому что он Создает такие отношения Чтобы иметь возможность Вот так Размахивать Своим пальцем Это задабривающий Родитель Ну я же ради тебя Стараюсь В конце концов Давай я за тебя Эту кашку пожую В рот тебе Слюни положу Чтобы тебе осталось Только проглотить И все за тебя сделаю Такой задабривающий Родитель Ампутирует Возможность У другого человека Отращивать Свои острые зубы И самостоятельно Развиваться Далее Это загнанное Дитя Ой у меня Не получится Ничего Да я не смогу В конце концов Да что у меня Не получится В таком состоянии Человек искушает Другого На себя катить Бочку Или себя спасать И бунтующее Дитя Не хочу Не буду Не надо Да мне все Не нравится Не хочу В таком состоянии Человек искушает Другого Войти в состояние Критикующего Родителя Поэтому зачастую Люди во внешнем мире Относятся ко мне Так Как я прошу Их по отношению Ко мне себя вести Вне зависимости от того Осознаю я это или нет Меняешься сам Меняются люди Вокруг тебя И их отношение К тебе Можно сказать здесь И поэтому В данном случае Скажите пожалуйста Лариса Вы действительно хотите узнать Какие у меня музыкальные предпочтения То есть можно такими вопросами Делать захват Как бы способствуя тому Чтобы человек Приходил в позитивные состояния Их тоже четыре Это структурирующий родитель Вместо критикующего Как вы смотрите на то Что мы сейчас будем делать Вот так Вот так Хорошо Давайте определимся Пошагово С нашими действиями Вместо Задабривающего родителя Заботливый родитель Вы знаете Если у вас будут вопросы Можете смело писать их В комментариях Только когда вы пишете вопрос Сами предложите себе Минимум два варианта решения Когда вы вместо Загнанного ребенка Творческий ребенок Интересно Какой мы выпуск Можем сейчас сделать И что в него внести Чтобы он был интересен Зрителю И чтобы мне самому Было забавно И интересно Над ним работать И вместо бунтующего Ребенка Тот который уважает А какие у вас здесь Нормы и правила Как принято здесь у вас Это мне важно учитывать Когда человек находится В одном из этих четырех Состояния Структурирующий родитель Заботливый родитель Уважающий ребенок Творческий ребенок Тогда его жизнь Становится порядком И радостью Можно сказать здесь Это предпосылка К здравым Взаимоотношениям С другими людьми Которые полны Доверительной составляющей И долгосрочного Взаимовыгодного сотрудничества Можно сказать здесь Когда это не коалиции А альянсы О чем это для вас Итак А что здесь важно учитывать Замечайте Как Лариса В критикующем И она пытается Вогнать Валентину То в загнанного ребенка То в бунтующего ребенка Как иногда Валентина Отражает эти удары И не проваливается В загнанное дитя И в бунтующее Но иногда Немножко это сквозит И обратите внимание Что здесь вопрос открытый А кто из них Имеет большую внутреннюю силу И мужество контролировать себя В такой ситуации Ведь знаете Это сейчас Не к этим персонажам А просто в целом Зачастую С возрастом Приходят Только морщины И старость Мудрость Не приходит О чем Это для вас Рамиль Джонни И пускай будет Сложно Я не знаю Кого назвать Слушай Вот мне интересно Если Если Вы не знаете Кто такой Панет Вы именно меня Наверное тоже не знаете Здесь можно было Заранее предугадать Чтобы Валентина Не ответила На вопрос Какие у нее Музыкальные предпочтения Любой ее ответ Будет использовать Лариса Чтобы продолжать И дальше Пытаться ее Втаптывать И дальше Играть с ней В игру Попалась Но мне интересно Если вы не знаете Глупышка Кто такой Панайотов Ты наверное Даже не знаешь Кто такая я Ты наверное Не знаешь меня Ты наверное Даже меня Не знаешь Но о чем С тобой говорить Ты меня не знаешь Смотрите Какое самомнение Можно здесь видеть Ведь я Самый главный Человек В мире Да даже Самые великие Люди Превращаются В пыль Под тисками И жерновами Времени Скромность Это сила Обратите внимание Насколько Во внутреннем мире Здесь персонажа Ларисы Это самомнение Я здесь Главное Я Но насколько Со стороны Это выглядит Смешным Вы понимаете Что скромность Это то Что тренировать В себе Является Не только Тем Что сохраняет Ваши драгоценные Нервы Но это и выгодно Особенно В долгосрочной Перспективе Ведь смотрите Оказаться здесь Это значит Задаться вопросом А какой потенциал Могу извлечь Я из этой ситуации Что я могу сделать Я могу приумножить Лояльность К себе У широкого зрителя Выжимая максимум Из происходящего Здесь Я же уже здесь Или наоборот Я лишь Усиливаю Негативные отношения По отношению ко мне Да Я могу делать вид Что мне все равно Мне все равно Но никому Не все равно Человек Это стайное существо Это его видосохраняющее Функция Которая древне Нас с вами вместе взятых Когда для человека Важное отношение Стая к нему Он может кричать Со слюнями изо рта Что ему все равно Но это обман Он может обмануть Другого Но себя вряд ли Итак Смотрите О чем с тобой говорить Ты не знаешь Если кто такой Панайотов То ты не знаешь Кто такая Я И вот здесь Смотрите Клюнули И Максим Добавляет Как бы Дровишек В этот костер Ну конечно Знает она Кто вы Да конечно Знаю я Кто вы Смотрите Это общение Похожее на сон Помните Выше я сказал Что зачастую Не человек Проживает свои роли А его роли Проживают себя Им Когда не они Служат ему А человек Служит им И так же и здесь Каждым словом Которое Пробрасывает Ларису Из критикующего Родителя Ей все Сложнее Сложнее Себя Из этого Состояния Извлечь И коварство Заключается В том Что и задачи Такой нет Ведь он Всегда Прав И всегда Знает Как надо Не знает Главнее Всего Не надо Я не знаю Ни одной песни Этой девушки На вскидку На вскидку Не надо Я не знаю Ни одной песни Этой девушки Что вы от меня хотите С какой стати Я должна знать Хотя бы одну песню Ее Одно дело Что Ой Вы знаете Я тут Не подскажу Я не знаю Песен И слов Валентины А другое дело Это Дегуманизировать Ее Потому что Критикующий Родитель Он работает Не с людьми Для него Другие Это неодушевленные Существа Я не знаю Ни одной песни Этого существа Хочется еще Сказать здесь Человеку в состоянии Критикующего родителя Или Этой девушки Я даже не считаю Нужным Обращаться к ней По имени Вы что хотите Сказать Что она заслуживает Того Чтобы я ее По имени Называла Да будь моя воля Я бы размазывал Ее в порошок Я не знаю Ни одной Песни Этой девушки Или это Кто сейчас здесь Вот видите Здесь тоже Двойное послание На социальном Внешнем уровне Я не знаю Слов Девушки На внутреннем уровне Вы что считаете Что она достойна Того Что я бы Хотя бы Одно слово Ее песни Знала Вот этот момент Дегуманизация То есть Делать Человека Нечеловеком Это когда Здесь видите Этой девушке Это близко К этому Существа Еще вот с этим Пренебрежением То есть Не считают Нужным Человек В этом состоянии Имя Даже запоминать И обращаться По имени Вы знаете Валентина А я не знаю Ваших песен Честно говоря Совсем же по-другому Звучит Нежели Я не знаю Ни одной песни Этой девушки Что ты хочешь От меня Максим Отстань уже От меня Мне здесь Некомфортно Неприятно Но видите Задача здесь Именно человека В этом состоянии Я сейчас Говорю не о Ларисе Как о человеке Я говорю Об этом состоянии Потому что Оно близко К каждому из нас Понимаете То есть Любой человек Может оказаться В этом состоянии Критикующего родителя И каждым движением Его пальца Каждым наездом Ему все сложнее Сложнее себя Из этого извлечь Смотрите Вот это важный момент Этой девушки Видите Какие сигналы И знаки Отбрасывает Человек В этом состоянии Чтобы Завиноватить Другого И заставить Его перед собой Оправдываться Как бы здесь Человек В критикующем Родителе Всегда ждет Что загонит Другого человека В состоянии Загнанного Оправдывающегося Ребенка Будьте Внимательны К этому Невозможно В этом состоянии Строить отношения С другими Но как правило Человек В этом состоянии Об этом не знает И не хочет Об этом знать Потому что Он знает Все Да главное Наверное Чтобы Смысл Был Смысл Давайте Ну как музыканты Вы пока еще Не очень сошлись Посмотрим Как вы сойдетесь Как представительницы Прекрасного пола Здесь Максим Чувствует На кончиках Своих пальцев В том числе И кончиками Своих волос Что напряжение Начинает Плавно Нарастать Настолько Что рискует Начинать Выливаться Из кипящей кастрюли И поэтому Пробрасывает Такого рода Внушение Ну пока Мои дорогие Вы еще не Достаточно Друг с другом Синхронизировались Пока Потому что Можно сказать Ты это не понимаешь А можно Ну видимо Пока Ты это не понимаешь Потому что Вот это Слово пока Оно подразумевает Что это лишь Вопрос времени И ты поймешь Ну пока Мы с тобою Не подружились Подразумевает Что Это лишь вопрос Времени И с тобой Дружить мы будем Ну пока Все таки Из этого Выгоду Мы пока С вами Не извлекли Подразумевает Это лишь вопрос Времени И выгоду Из этого Мы извлечем Первый маневр Максима Второй Но тем не менее Вы можете Объединиться Не как Музыканты А как Прекрасные Девушки Женщины То есть Он пытается Жадно Найти Хоть что-нибудь Общее У них Чтобы Сказав Об этом Привнести Тепла В это Пространство Потому что Не хотелось бы Чтобы кто-нибудь Отсюда Забежал Передачу Это хочется Снять И в этом И заключается Мастерство Ведущего Чтобы следить За уровнем Напряжения За Такая метафора Может быть Здесь уместной За интенсивностью Костра Чтобы этот Костер Не был Слишком Большим И интенсивным А то он Будет рисковать Обжечь Каждого И в то же Время Чтобы этот Костер Не потух Вот если До этого Максим Подыгрывал Этому Критическому Родителю И искушал Таким образом Ларису Еще сильнее Доказывать Что все Здесь неправы То сейчас Он немного Работает над тем Чтобы этот Костер Потушить Поэтому здесь У каждого Можно учиться У Ларисы Можно учиться Здесь Как важно Себя контролировать И как важно Учитывать Что критический Родитель Который может Меня обовакивать Он может взять Надо мной Контроль И проживать Себя Мною У Максима Здесь можно Обучаться В том числе Тому Как модерировать Взаимодействие Людей Здесь И управлять Интенсивностью Костра А Валентина Показывает Как важно Не клевать На крючочки Особенно В завершении Этого выпуска Когда у нее Ресурсов Не во внешнем Касательно 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 Себя Что вы Можете У вас Получится Вы полны Ресурсов Таланта Мастерства И вы Можете Двигаться Вперед В достижении Ваших целей Решения В завершении Этой передачи Она будет Говорить Что она Считает Себя Первой Лучшей Классной И разве Может быть Иначе И даже Когда я Выступаю Я не Волнуюсь Потому что Я знаю Я уже Победила Этот Внутренний Настрой Это Состояние Потому что Этот выпуск Я посвящаю В том числе Исследованию И внутреннего Мира Человека Ведь Успехи Во внешнем Мире Это Средствие Вашего Состояния В котором Вы Пребываете И которое Тренируете Что бы вы Не чувствовали Вы Тренируетесь В том Чтобы В этом Укореняться Это чувствовать Человек Привыкший Испытывать Гнев Создает События Чтобы иметь Возможность Гнев Удовольство Проявлять Он Становится Зависимым От этого Состояния А какое Состояние Выбираете Тренировать Вы Может быть Благодарности И движение Вперед А о чем Это для вас Двигаться Вперед С благодарностью О чем Это для вас Хм Ну давай Попробуем Сережка Пока Чао Здесь Можно Слышать Смех Валентины Не потому Что ей Смешно Искренне Смешно От того Что делает Сейчас И радостно Лариса Это больше Попытка Этим смехом Как инструментом Показать Что Смотрите Лариса Я же могу Смеяться Над вашими Шутками И даже То что Сейчас Вы сказали Чао Таким Образом Творческим Я показываю Что мне Это Смешно Видите Я же Смеюсь Над вашими Шутками Неужели Я не в порядке Даже после Этого Для вас Видите Я же Посмеялась Над тем Как вы Это сделали Но Перестань Ты катить На меня Бочку В конце Концов Я же Посмеялась Но Попытка Валентины Здесь Дружить Даже Таким Образом Весьма Кстати Не всегда Рабочим Воспринимает Конечно Лариса Чувствует Искусственность Этого Смешка И Воспринимает Как Слабость Ах Ты Пытаешься Этими Смешками Завоевать Мое Поэтому Не пытайтесь Загладить Происходящее Смешками Как правило Это Не срабатывает Ну и Можно понять Валентину 19 лет В конце концов Конечно Волнительно Перед ней Человек Ее многократно Старше Здесь Перед ней Люди Которых Она впитывала Может быть С экрана Телевизора Ползая Под столом Вы представьте Какое здесь Напряжение Может быть У нее Можно понять Ребенка И так вот И поэтому Этот Смешок И смешки Это как попытка Ну примите меня В вашу касту Неужели я Не заслуживаю Этого Это как просто Сигнал Что обесценивание Ларисы Выше И эти хлесткие Манипуляции Да Валентина Отражала Часть из них Но некоторые Микроцарапинки На нежном Сердечке Все-таки Оставили Ха-ха-ха Очень важно Тренировать Способность Выдерживать Лицом К лицу Просто смотреть Интересно Так Да Да Так Да Ну Давайте Уберем Пятого Часть седьмого Например Когда вы не вовлекаетесь Эмоционально В происходящее Не клюете На эти крючки А просто так Что может быть полезно В данном случае Здесь Ровно сидеть Ровно дышать Чувствовать Как вы касаетесь Пола Подошвами Ваших ног И выдерживать Зрительный контакт Немножко С легким следом Улыбочки Да Потихоньку Чтобы не происходило Это происходит Наилучшим образом Да То есть понимаете Такое состояние Когда вы в нем Находитесь Вас сложнее Подцепить на крючок А ведь задача Манипулятора Смутить свою жертву Заставить ее Оправдываться Чтобы он Начинал Жертвоску Коживаться Вниз смотреть Чувствовать себя Не в порядке Как вы не знаете Панайотова О чем тогда С вами говорить В конце концов Ты даже петь Не умеешь До таких как ты Я даже не допущу К обучению У себя Видите Задача Всегда Такого рода Манипуляции Погрузить жертву В состояние Загнанного ребенка Поэтому Здесь Может быть полезным Это ваше внимание К вашему телу Вы ровно Выдерживаете Взгляд Легкий след Улыбки Ровное дыхание Чувствуете Касание Подошвы К полу Мне это Когда-то Особенно Помогало В публичных Выступлениях Это же Волнительно Выступать Перед аудиторией Я всегда знал Что я разрешаю Себе быть полезным Делиться тем Что я считаю Важным И рабочим Я слежу за тем Как я ровно дышу Как я касаюсь Пола подошвами У меня активные жесты Я приветствую Могу сказать Вы знаете Честно говоря Волнуюсь Но то О чем будет сегодня Ити речь Может быть По-настоящему Для вас полезным Вы готовы И таким образом Вниманием К своему телу Я уделяю Внимание И внутренним Процессам Потому что То что у человека Вот здесь И то что у него В теле Это взаимосвязанные Процессы Взаимосвязанные Элементы Одной единой Системы А как вы можете Быть внимательны К вашему телу Да Здесь Валентина Видно Сидит Комфортно Расположилась В пространстве Она не скрючивается И в то же время Опыт Ларисы В том числе Как художественного Персонажа Манипулятора Позволяет ей Иногда цеплять И смотрите Человек Существо Внушаемое Вопрос заключается Не в том Как противодействовать Граду внушений А в том Чтобы не находиться Там Где этот град Есть Вопрос не в том Как одолеть соперников В покер А в том Может быть Не садиться С ним За один стол Но здесь Да Валентина Извлекла потенциал Из участия В этой передаче Приумножив Лояльность К себе И показав себя В сильной позиции Особенно К завершению Этого выпуска Поэтому Это победа Потому что Любой медийный Персонаж Знает Что где бы он Не принимал Участие У него задача Взаимодействовать Не только с теми Кого он видит глазом Но и с теми Кого глазом Он не видит Но кто глазами Видит его Он всегда знает Что есть зритель С которым Этот медийный Персонаж Взаимодействует Да Он был лап Саскин Мы сейчас не об этом Говорим Мы говорим Об идеальном Мужчине Правильно Хорошо Да 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 Конечно Мы Мы согласимся С вами Лишь бы не Провоцировать вас Выходить из себя Еще сильнее Да 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 Конечно Да У нас сейчас Другая история То есть ты согласна Сейчас да Я понял Хорошо То есть вы не знаете кто это Знаю Поскольку одна из главных Красной нитей Которая проходит Сквозь этот учебный материал Это двойные послания То смотрите На внешнем Или социальном уровне То есть вы не знаете Кто это Так А на внутреннем Если ты не знаешь Кто это То у тебя есть проблемы И с тобой что-то не в порядке И ты должна начинать Передо мной Оправдываться Потому что ты не знаешь Кто это И здесь Знаю 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 Кто это То есть смотрите Насколько сильно Внешнее Бывает Отличается От внутреннего Насколько сильно Социальный Отличается От психологического Уровня Ты что Не знаешь Кто это Ты хочешь сказать Что ты не знаешь Кто это О чем тогда С тобой говорить Ведь ты не знаешь Кто это Смотрите Это удивительно Это искусственное Ритуальное пространство Которое наполняют Такого рода Медийные персонажи Когда это лишь вопрос Времени Что ветер Пыль Этой медийности Сдует Превратив В ничто Является в то же время На этом маленьком Квачке Земли Времени И пространства Таким важным Что как ты можешь Не знать Кто это Представьте Как часто Как много раз Бесконечное количество Подобного рода Сцена Разыгрывалось На театрах Человеческой жизни Ты не знаешь Кто это Ху-ху-ху Видите Как жадно Лариса здесь Ищет повод Чтобы заставить Валентину Чувствовать себя Не в порядке Я знаю Несколько Кто это Это Сейчас недавно Видела в рекомендациях Он же поэт Кто это Давай говори мне Кто это Видите И здесь Валентина В действительности Немножко потерялась И требует От себя необходимости На этот вопрос Ответить Кто задает Вопросы Тот управляет Коммуникацией Это важно Учитывать Еще кроме того Видите Мы здесь Видим Как взаимодействуют Не люди Друг с другом А люди С образами Других людей В своей голове Ведь эти стрелы Которые Отправляют Из своего Арбалета И лука Здесь Лариса Они обращены Не к Валентине А ко всем Этим Валентинам Которые Проживают В голове У Ларисы И так же И здесь Валентина Начинает Оправдываться Сейчас я Вспомню Сейчас 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 Я скажу Кто это Хотя В таком Случае Можно Сказать Я не знаю Кто это Кто это А кто это Расскажите Мне пожалуйста Подробнее Интересно Да Да Расскажите Кто это Интересно То есть Таким образом Не требовать От себя Необходимости Оправдываться А выдерживая Зрительный контакт Легко Честно говоря Не знаю Кто это Расскажите Пожалуйста И таким образом Даже если Лариса Начнет Вертеться Как Уш На сковородке Да Как Ты Не знаешь Кто это И пусть Вертится В этот момент В этом-то и заключается Зачастую Мастерство Когда Создавать Такие условия Что человек Обнажает Себя И показывает Как бы Какой Он есть Когда Вы Не клюете На его Крючки Когда В данном Случае И зритель В том числе И вы Понимаете Что вы Скала Ааааа Ты его спутала С Ганвестом Что ли Нет 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 Валентина Обладает Интересным Качеством Она готова Смеяться Над Шуткой Другого Человека Даже Тогда Когда Ей Абсолютно Это Не Смешно Но Она Требует От себя Необходимости Это Делать Ведь не зря же другой человек постарался и пошутил, потому что ей не хочется заставить другого человека чувствовать себя некомфортно. Видите, как она здесь смеялась и в то же время выдерживала, то есть зрительным контактом смотрела на Максима. Но когда человек смеется, последнее, что над себя требует, и смеется искренно, потому что ему смешно, он не смотрит на другого человека в этот момент. Он утрачивает контроль над движениями глаз, потому что ему смешно по-настоящему. Он может радоваться искренно смехом. То есть в данном случае для Валентины смех именно в этой ситуации и во многих других здесь, это как загладить нарастающее напряжение. Вы, наверное, знакомы с этим приемом. А-а-а, ты его спутала с Ганвестом, что ли? Нет, 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 нет. А вот сейчас будет тонкий момент. Во-первых, смотрите, как Лариса начинает смеяться здесь. Смех зачастую – это защитная реакция. Смехом человек себя оберегает зачастую от того, не всегда, но иногда, чтобы что-то понять. Лариса сейчас является свидетелем вот чего. Она наблюдает, что то, что для нее когда-то и сейчас является очень значимым, потихоньку превращается в ничто. Когда-то каждый знал, кто это на экране. Но это лишь вопрос времени, что еще несколько поколений, и никто даже не вспомнит. Потому что время превращает все в пыль. Как правило, все проходит. И в данном случае этим смехом, с одной стороны, Лариса может оберегать себя от понимания того, как жернова времени могут превращать в пыль любую сталь. И в то же время этим смехом она может решать и другую задачу. Ну, разве не глупышка ты, раз ты не знаешь, кто это, но делаешь вид, что знаешь? Разве тебе не стыдно, что ты не узнаешь этого человека, о котором должны знать все? Да. Точно так же, как мало обыватель сейчас вспоминает об Отечественной войне 1812 года. Время жернова его стирают все в пыль. Это важно понимать. К сожалению или к радости. А о чем это для вас, когда все проходит? Ну, не знаю, человек. Не знаю, не знаю, не знаю. Ну, ладно. Нет, мы сейчас говорим не о музыке, а об идеале мужчины. Мужчины. Ну, да, хорошо. Скажи. Да все не так. Все не так. А вот это напрасно вы сделали. Да. Критикующий родитель, вот он каков. Делаешь по-моему, ну ладно, пойдет, молодец. Делаешь не по-моему, а это напрасно ты сделал. Тебе не стыдно в конце концов? Ты что творишь сейчас? Но смотрите, ведь и видосохраняющая функция есть у критикующего родителя. Он является тем, кто хранит нравы, мораль, устои, устоявшиеся, принципы и прочее. Его задача их обслуживать и не позволять различным новинкам их размывать. То есть смотрите, что бы ни происходило, и здесь в том числе, у каждого поведения есть свое позитивное намерение. Ведь в действительности наверняка, может быть, да, в деятельности Ларисы много выходило и выходят, и будут выходить выдающихся певцов и музыкантов в том числе. И у нее есть своя правда, где она пытается сказать, учите матчасть, в конце концов, вы должны, несмотря ни на что. И да, это важно учитывать. С другой стороны, есть Валентина здесь, которая своим стилем и своей подачей, не понимая матчасти в песнях, например, и в музыке, все равно создает такой материал, который является созвучным и интересным для ее аудитории. Что совершенно не вписывается в картину мира Ларисы и наоборот лишь провоцирует ее таким образом качать бочку и объяснять как надо. В зависимости от того, в каком мире мы живем, если, например, люди проживают в диких джунглях, где, если молодой подросток окажется на чужой территории, его могут пристрелить, то задача, чтобы были такие, кто говорили, что нельзя ходить по чужой территории, вот как Лариса сейчас, нельзя, ты должен. Но когда мы живем в мире, где можно позволить творчеству проявляться и нет необходимости себе запрещать это делать, то в этом мире такая стратегия, которой придерживается здесь Валентина, работает. Поэтому это еще тот вопрос, а как лучше, как правильно и необходимо, или как хочется от всей души? И как важно находить в этом баланс. Потому что с какой-то степени мы здесь видим взаимодействие двух противоположных сил. Разве не так? И у каждой из них можно чему-то учиться. Наша позиция такая исследовательская, чтобы не происходило вот здесь. Какой вывод и пользу для себя я могу извлечь, когда вы, подобно богатырю, идете по полю и выжимаете питьевую воду легким движением вашей ладони и крепких рук? О чем это для вас? И какую вывод и пользу вы можете здесь для себя извлечь? Когда где-то нужен крепкий хребет и скелет и дисциплина, о которых говорит здесь Лариса, но и в то же время Валентина наверняка сама хранитель такой дисциплины и крепкого скелета и точности. Ведь всегда дисциплина это предпосылка любых успехов. Здесь не значит, что одно исключает другое. Здесь значит и одно, и другое. Поэтому здесь, если вы поймали себя на том, что начинаете обвинять кого-то из участников этого действа, остановитесь и задайтесь вопросом, а какую вывод и пользу здесь вы можете для себя извлечь, и чему вы можете научиться здесь у каждого? В этом и заключается в том числе взрослая позиция. И тем более номер два, я его вообще не знаю, это тоже не идеал мужчины для меня. Почему? Для меня. Для меня. Понятно тебе. Смотрите, на внешнем социальном уровне звучит так, что для меня вот так. У вас может быть другая позиция, ничего страшного, у меня она такая. И сам предмет разговора здесь абсолютно вторичен сейчас. А на внутреннем психологическом уровне попробуй думать иначе. Понятно, это должно быть вот так и никак иначе. Это то же самое, смотрите. Ну почему ты не хочешь меня услышать в конце концов? На социальном уровне как будто мне важно, чтобы вы меня услышали, но на внутреннем уровне последнее, что я хочу, это чтобы вы меня услышали. Очень важно, когда вы общаетесь с другим человеком, что вы проговариваете не только на внешнем уровне, но и на внутреннем уровне. Это во-первых. И во-вторых, здесь Лариса прибегает к приему, который говорит о том, насколько у нее слабая позиция. Если человек пытается продавить другого силой, возрастом, криками и повышением голоса, это не сила, это слабость. Для меня, конечно, Валентине, что здесь остается? Ладно. Хотя это выглядит смешно. А можно погромче, пожалуйста? Я вас не услышала. Но это будет слишком уж провокация. Ключевым является производить взаимодействие таким образом, чтобы не доводить до такого. А если происходит, то кто здесь выглядит смешным? Обратите внимание, когда человек утрачивает свой лик человеческий, в какое бесконтрольное существо он может превращаться. В этом и есть коварство этого состояния критикующего родителя. Будьте внимательны к нему. Ну, для вас, да. Ну, так просто многие говорят, и я считаю это неправильно. И в то же время, смотрите, Валентина не смутилась от этой лобовой атаки, от этого удара и нашла, что ответить. Не думаю, что каждый человек в 19 лет может похвастаться такой внутренней силой и мужеством отразить такой удар. Крит, что ли? Да. Но он здесь на себя не похож. Ты покоритель сердец. Сердца. Сердца. Одного. Да, одного. Еще один хлесткий удар в исполнении Ларисы. Ты покоритель сердец. Нет, сердце одного. Потому что единственный человек, который настолько не в порядке, которому может нравиться этот человек на экране, это ты, девушка какая-то сидит здесь. Или вы, или как там ее там. Поэтому только одного этого. Она же не в порядке. Одного. Видите, с каждым витком, с каждым циклом, с каждой фразой человека в состоянии критикующего родителя, ему все сложнее и сложнее начать видеть другого человека человеком. Ну, я чувствую, горячий будет выпуск. Ну, что же. Что бы ни происходило, если вы называете именем то, что происходит, вы таким образом начинаете этим управлять. Если напряжение растет и напряжение настолько является высоким, что становится горячо, крайне важно об этом сказать. Я чувствую, что горячий нас ждет выпуск. И таким образом, этим приемом Максим работает над тем, чтобы сделать пламя этого костра как бы тумблером чуть ниже. Очень важно называть то, что происходит. Если вы взволнованы, очень важно об этом сказать самому себе в первую очередь. Я чувствую волнение. И таким образом, вы уже начинаете им управлять, а не оно вами. Далее. Что я выбираю чувствовать вместо него? Это тоже важно сместить свой фокус внимания на желаемое чувство. И как выбираю его в жизнь пригласить и потихонечку усиливать радость и спокойствие, например, чувствуя. Итак, важно увидеть, отследить, дать имя и сместить фокус внимания на то, что я выбираю чувствовать вместо этого. И как это желаемое чувство я выбираю в себе усиливать. И, Валя, начнем слушать новые... Еще важный момент с точки зрения невербальной составляющей. Вы можете здесь наблюдать, что Лариса и не смотрит на Валентину. Словно Валентина не заслуживает внимания Ларисы к себе лицом к лицу. Лариса смотрит в сторону постоянно, как бы тем самым вызывая необходимость еще заслужить ее внимание по отношению к себе. Лариса здесь не создает условий для зрительного контакта. Смотрит в сторону. А может быть, этот ее критический родитель, это ее защита в первую очередь. Может быть, она нападает, чтобы защищаться и чего-то боится. Но это как лишь гипотеза в данном случае. Как же важно тренировать свою способность быть лицом к лицу и смотреть на тех, кто рядом с вами. И на то, что рядом с вами. Если человек пытается от чего-то спрятаться, он лишь создает условия, что это нечто его настигает. Быть лицом к лицу, понимать, выдерживая зрительный контакт, это тот навык тренировать, который в себе бывает полезным. Ну что, мои дорогие Максим и Валентина, давайте сделаем классную передачу. Я с вами в чем-то могу не разбираться, но давайте посмотрим, как у нас это получится. Вы готовы? Как же важно иногда вдыхать тепло. Или любое, какое хочешь. Мотор. Хороший вариант. Мотор от Ларисы. Мотор. Мотор. Прекрасно. А я теперь не сплю ночами. Разве это обещал мне ты? Реакция Валентины на включившуюся музыку после того, как Максим нажал на кнопку, и то, как активно начинает она подпевать, и то, насколько соответствует голос в песне тому, какой голос у Валентины, сразу дает понять, что это песня Валентины. Это во-первых, и во-вторых. И в то же время это дает возможность Ларисе готовить удар. Реакция Валентины здесь, как она покачивает головой. Но самое здесь красноречивое, как она пытается поймать взгляд Ларисы и смотрит на Ларису, как бы ожидая, но это же я пою, может быть тебе понравится. Ну, я надеюсь, это вам понравится, это же я пою. Но это же я пою, это же вам понравится. Знаете, если вы что-то делаете, занимаясь творчеством, и даже если это совсем никому не нравится, это не значит, что вам надо переставать этим заниматься. Самое главное, вот в чем заключается, не ищите одобрения у других. И вот это важный момент. Ладно, у Валентины есть фундаменты, подспорья и база, которые дают ей возможность, как бы, получать позитивную обратную связь по отношению к ее творчеству. Но если бы в окружении творческого человека был такой человек с такими реакциями, как у Ларисы, который вечно что-то не нравится, то творчество этого человека закончится, не успев начаться. Очень важно холить или леять его, поливать заботливо, ухаживая за этим цветком. Поэтому смотрите, можно понять девочку здесь, как она смотрит на Ларису и надеется увидеть хотя бы след улыбки. Сколько было сломано и разбито сердец, которые не получили позитивной обратной связи в ответ на свое творчество, правда? И сколько это значит, не сделанных картин, не написанных, не созданных песен. Поэтому знайте, не надеетесь, что вокруг вас будут все вас благодарить и поддерживать. Как правило, вокруг вас люди, которые сами недовольны своей жизнью, ненавидящие себя и все вокруг из-за того, что сдавались когда-то. И для того, чтобы компенсировать это недовольство собой, готовы размазать любого. Поэтому личные границы, мои дорогие, и крепкий забор вашего нежного сада, цветы которого вы выращиваете, никто не отменял. Даже если люди вокруг вас все говорят, что то, что вы делаете, это плохо, продолжайте. Продолжайте. Творчество – это то, что делает человека человеком. Дальше молчать, только никогда не обещай. Ну, похож на Вален голос. Так быстро рассекретила, да? Абсолютно одинаково. Как говорит, так и поет. У меня хороший музыкальный слух. Я понял, я здесь милую девочку. Мне понравилась гармоническая мелодия. Как правило, самые беспощадные и бессердечные удары производятся из самых позитивных намерений, даже иногда, через конструкцию плюс, но, минус. Ну, ты, конечно, классный парень, и все делаешь так здорово, и у тебя неплохо получается, но... И вот это но стирает все, что было до но. Конструкция плюс, но, минус – это вариант проявления пассивной агрессии в данном случае и удара из-под тяжка. Чтобы таким образом заставить, манипулятор таким образом пытается заставить свою жертву требовать получения все-таки благосклонного отношения к себе. «Да, но...» Эта формулировка уже говорит о том, что тот, кто говорит это, считает себя родителем, а другого делает ребенком. Смотрите, но что делать? Какой использовать прием, какую речевую стратегию, если вы оказались в ситуации, где вам говорят «Это, конечно, интересное видео, Альберт, крайне полезный и насыщенный учебный материал, но...» «Не мог бы ты, пожалуйста, не повторяться так часто, когда говоришь об одном и том же?» Конечно, в данном случае источник такого рода пассивной агрессии может оказаться в списке людей, у которых нет возможности что-то писать. Ну, например, разве не для этого существуют спам-листы, чтобы отправлять туда источники агрессивной пассивности в том числе? Но в данном случае, если такой возможности нет, и вы находитесь в коммуникации, то вы можете сделать вот такой захват. Смотрите, это классный и насыщенный урок, но так много повторений. Благодарю за обратную связь, а вот вы сказали, что это классный и насыщенный урок. А что вам в нем показалось насыщенным и полезным? Когда вы таким образом смещаете фокус внимания вашего собеседника именно на то, что он хорошее сказал вам, и позволяете ему не акцентировать его внимание на этой конструкции после «но», потому что откуда он это говорит? Тоже из боли. Его творческие начала так часто останавливали какие-то значимые другие в его жизни, в том числе и его родители. Хороший рисуночек, молодец, Егорушка, но не мог бы ты рисовать получше в конце концов? И, конечно, он жадно вписал на внутренние стенки своего черепа это обесценивание, и в дальнейшем, чтобы снимать свое нарастающее напряжение, начинает обесценивать других людей. Поэтому здесь, выше про спам-листы, это была метафора к тому, как важно защищать свои границы. Никому не позволяете топтать ваши цветы, которые вы выращиваете и о которых заботитесь. Итак, да, это все хорошо и здорово, классно, но я бы спела по-другому. То, что было до-но, это лишь подводка, чтобы больнее ужалить. Не ведитесь на такую дичь. И, с другой стороны, позвольте себе, роскошь, отказаться от этого коварного слова «но». Сколько было погребено заживо душ людских из-за этого «до-но». В принципе, музыка неплохая, но я бы по-другому спела. И смотрите, это улыбка, как выражение лица у Ларисы после этого удара. Ты получила у меня? Понятно тебе? А, ну что ты на это скажешь? То есть, смотрите, это улыбка после удара. Теперь вы понимаете, что это плюс, но минус. Это плеть, которой ударяет манипулятор свою жертву, заставляя ее таким образом смутиться. Либо можно сказать, это транзакция из критикующего родителя в загнанного ребенка. Разрешите себе отказаться от этого «но» и разрешите себе не пребывать там, где через это «но» говорят вам, как будто что-то хорошее, но это обесценивание и ничто иное. Да? А как? Ну, с какими-то милизмами, с фишечками разными. А что касается голоса? Ну, я так думаю, я говорю правду абсолютно всегда, честно и... Стандартный манипуляторский ход. Ну, я говорю всегда правду, это честно. А что я могу сказать? Ну, это ж правда, ну, это ж я по-честному говорю, ну, это ж правда. Слушай, я говорю только правду. Вот ты козел, потому что не даешь мне деньги в долг. Ну, это ж правда, я же честно об этом говорю. Смотрите, если ваш собеседник начинает с такой подводки, ну, я же говорю только правду, это я хочу быть честным по отношению к тебе, то чем меньше такого рода людей будет в вашей жизни, которые используют такие приемы, тем свободнее и легче вы будете дышать. Смотрите, таким образом, что делает манипулятор? Он делает вот что. Ну, это ж я говорю только правду, это же честно я же говорю, честно, это ж правда. Он собирается после этого ударить свою жертву, чтобы ее загнать еще глубже и ниже. И если жертва этого манипулятора решит защититься, то манипулятор всегда может сказать, ну, это ж правда, я же честно тебе говорю, я же, ну, я же от всей души правда и честно. Как правило, здесь ничего не говори. Будьте внимательны к такого рода приемам. Смотрите, как беспощадно Лариса работает над тем, чтобы раздавить Валентину, прикрываясь. Ну, это же честно, это ж правда здесь. И помните, с самого начала мы видели, как напряжение здесь росло. И бывает, что напряжение возрастает настолько, что этим людям все сложнее и сложнее из этого напряжения себя извлечь. Да, они могут говорить, ничего подобного, все было не так, я просто говорил свою точку зрения, я же, наоборот, это от заботы делал. Но чего ты лукавишь? Это же не так. Итак, мои дорогие, человек живет не в реальной мире, а в мире своих представлений о нем. Как правило, обыватель общается не с другим человеком, а со своими представлениями другого человека у себя в голове, выгравированы которые на внутренней стенке его черепа. Какие у вас представления, а какие вы выбираете строить? Но я же всегда говорю правду и честно, это лишь подготовка к удару. Мне по-человечески жаль здесь, Валентину. И давайте же передадим ей энергии и ресурсов и силы противостоять этому дракону. Она справится. Учиться надо. Данные есть, но нужно учиться. Лариса выше сказала, что, ну это, конечно, все хорошо, но я бы по-другому спела. А как, спросил Максим, задав уточняющий вопрос. И Лариса здесь поплыла, потому что, а как, и не знает. И добавляет слова по поводу каких-то мелизмов. И в конце концов, поняв, что и сказать нечего, учиться надо, девочка, идет в лобовую атаку, сказав то, что можно сказать любому абсолютно. То есть, смотрите, зачастую вот эта обратная связь через да, плюс-плюс, но она никакого отношения к вам не имеет. И кроме того, знаете, чтобы другой человек вам не говорил, это никакого отношения к вам не имеет, как правило. Таким образом, человек другой решает свои задачи. Если у обывателя гнев накопился, он всегда жадно найдет повод его слить, как баллон. Если у обывателя накопилась обида, он всегда найдет повод обидеться, даже на ровном месте небо низкое. Он всегда повод для этого найдет. Поэтому здесь вы можете выбирать. Вы знаете, я здесь не для того, чтобы получать обратную связь от вас по поводу моего пения. У меня не было такого запроса, давайте опустим и будем двигаться дальше. То есть, смотрите, во-первых, не позволяйте другому вас ранить. Либо, все, благодарю за обратную связь, давайте двигаться дальше. Либо, я у вас и не запрашивал обратной связи по поводу моих вокальных данных. Либо, вы знаете, у меня не было такого запроса получить от вас ваше мнение по поводу того, как я пою. Не тратьте, пожалуйста, на это ваше время. Разрешите, Максим, будем двигаться дальше. Но здесь, конечно, Валентину можно понять. Она здесь сидит, два динозавра рядом с ней. Но помните, Валентина, ты справишься. Чтобы управлять своим голосом, он пока еще тебе не подчиняется. Ага. Я как просто опытный человек говорю. Валя, я тебе придумал идеальную... Ну, пока я пять лет буду учиться, потом так же, как вот с первым парнем, буду говорить, кто это. И здесь Валентина аккуратно показала свои зубы. Еще вариант ответа на такого рода провокации. Лариса, правильно ли я услышала вас, что вы таким образом проявляете заботу по отношению ко мне, как к музыканту и певцу, так? То есть, смотрите, во-первых, как прием, вы можете задать вопрос через фрейм, правильно ли я вас понимаю, что вы таким образом хотите проявить заботу по отношению ко мне. Другой же человек, ему остается сказать только да, вряд ли он скажет нет. Да, только ты поешь бездарно. Все, буду иметь в виду. А как вы думаете, что еще можно мне подтянуть на ваш взгляд? Вот. А еще, а еще. И видите, здесь вы задаете вопросы. И какая разница, что другой человек вам говорит? Он же говорит, потому что вы ему вопросы задаете. И получается, вы ведете, а он следует. Ну и кроме того, смотрите, здесь Валентина слегка клюнула на крючок и начинает как бы идти в атаку. А какой смысл мне учиться, и меня тогда никто, если я эти буду пять лет учиться, узнавать-то не будет вовсе. И можно понять, это как крик отчаяния. Но помните, лучший способ уничтожить врага, сделать его другом. Воспринимайте выпады другого человека, как его крик отчаяния, с помощью которых он пытается снять свое напряжение. Заранее можно подготовиться, узнать отчество Ларисы, обращаться к ней по имени Отчеству в данном случае. И так и сказать здесь. Благодарю вас за заботу обо мне и за вашу профессиональную оценку моих данных. Приму к сведению, буду иметь в виду. Ну что, давайте двигаться дальше к следующей песне. То есть, что бы ни происходило, вы можете использовать такого рода фразу. Так, принял. А правильно понимаю, что вы этими словами хотите о чем-то важном мне сказать? Или, так, а правильно ли я услышал, что вы таким образом хотите лучше разобраться в этом материале? Альберт, полная дичь и ерунда, о чем ты здесь говоришь? Так, правильно ли я услышал, что что-то, о чем я здесь говорил, осталось для вас непонятным? Напишите, что конкретно, и я посмотрю, что здесь я смогу вам предложить. Могу сказать «я», если это происходит в живом взаимодействии здесь. Например, я веду занятия, а кто-нибудь из участников может сказать «совершенно непонятно», принял. Правильно ли я вас услышал, что здесь что-то для вас непонятным и неясным осталось в пройденном материале? Скажите, что конкретно? Это важно раскрыть будет не только для вас, но и для коллег. Давайте разберемся. То есть, таким образом вы превращаете человека, который на вас наизжал, в того, кто просто хочет лучше разобраться. Такого рода прием может быть полезным. И, конечно, это требует больших усилий хранить выводение с собой. И каждый человек, в зависимости от того, насколько сильно на него нажимать, может как бы начать кипеть или лопнуть. Так и здесь. Смехом как бы совершает свой аккуратный и в то же время такой трогательный удар Валентина. А, да? Ты думаешь, это основная преграда? Саше не помешало быть в топе, и он учился заочно. Правда, заочное отделение я закрыла. Важная составляющая критикующего родителя. Смотрите. Ну, Саше это не помешало. Правда, он учился целых пять лет и заочно. И тем не менее, какая он звезда. И смотрите, важный момент какой. Когда она это завершает проговаривать, она ищет поддержки у Максима здесь. Критикующий родитель не имеет энергии. Ему необходимо энергию извлекать у других. Потому что его наезды его самого истощают. Ну, Максим, поддержи. Я же права, что я сейчас говорю. Но этой бездарности же действительности надо учиться. И вообще скажи, я же правильно сделала, что заочное отделение закрыло. Ведь в противном случае, как заочно можно обучиться этому ремеслу пению. Правда, Максим? Я же правильно все делаю. Да, вот этот зрительный контакт в данном случае, посмотрев на Максима, как бы ожидая, что он поддержит. Но не поддерживает он. И начинает продолжать общаться с Валентиной. Что предпосылка к тому, что совсем скоро Лариса будет угрожать своим уходом. Это заочное отделение я закрыла. Валь, скажи, тебе 19 лет. Но они хотят учиться. А ты волнуешься, когда ты выходишь на сцену? Ты же выходишь на сцену. Прав. Зачастую человек хочет учиться, чтобы это не значило, именно для того, чтобы этим учением заполнять вакуум своей жизни и иметь возможность страдать, получая удовольствие в очередной раз от того, что у него не получается. Счастлив, значит, прав. Всегда должно быть две стороны. Когда человек созрел и хочет учиться, и когда он получает удовольствие от этого процесса, потому что видит его практическое применение и внедрение в свою жизнь. Они, в отличие от Вали, хотят учиться. Смотрите, насколько не имеет никакого значения какая-то суть вопроса. Насколько перевоочередным здесь является для участников катидибочку. Вернее, для участника. Вообще не волнуешься. Не волнуюсь. Артист, который не волнуется перед выходом на сцену, это не артист. Перед выходом. Это не всегда так. Это не обязательно так. Но даже и эту информацию. Короче, смотрите. Да в данном случае, если бы Валентина сказала, вы знаете, перед выходом на сцену я очень волнуюсь. Вот, Валентина. Поэтому тебе учиться надо, потому что ты волнуешься, потому что же знаешь в глубине души, что петь ты не умеешь вовсе. Если бы Валентина сказала, совсем не волнуюсь. Но если ты не волнуешься, то ты не артист. Как ты можешь не волноваться? Если бы Валентина сказала, ну так, волнуйся немного. Вот, немного волнуешься, потому что понимаешь, что ты дурачишь народ и совершенно не умеешь петь. Короче, когда Лариса в критикующем родителе в этом состоянии находится, то что бы в данном случае Валентина не сказала, она будет это использовать, Лариса, я имею в виду, как повод бочку продолжать катить. Вот это важно учитывать. Если надо объяснять, то не надо объяснять. В полный стакан воду не нальешь. Да и кроме того, есть у тебя посох, я тебе его дам, а нет, заберу. Вы можете дать человеку только то, что уже у него есть. Если у него уши запаяны, то как бы вы ему ни кричали, он вас не услышит, даже если будет делать вид, что хочет слушать. То есть, смотрите, это разные мудрости, можно сказать об одном и том же. Поэтому не надо наливать в полный стакан. Ладно, хорошо. Да, это действительно интересно. Да, здорово. Ну что, двигаемся дальше? Да, да. Так. Да, хорошо. Вот такая энергия утилизации, когда вы, как вода, и вас невозможно задеть и подцепить крючком. Что значит утилизация? Это значит преобразование того, что происходит, себе на пользу. Так, да, ага, да. Ну вот, например, смотрите. Да, это все дичь, что вы говорите. Так. Рассказывайте еще, что вы думаете по этому поводу. Ага. Да, это все такое, такое, такое. Так, да. И смотрите, раз вы это говорите и говорите об этом и считаете это нужным сказать, может быть, у вас есть какие-то предложения? Да, есть предложения. И в данном случае утилизировать эту энергию, это значит дать ей волю зацепить и вести ее, управляя. Так это можно назвать. Итак, смотрите. Чтобы Валентина не сказала, Лариса использует это как повод для того, чтобы продолжать катить бочку. Первое. Второе. Я выступаю перед аудиторией. Я веду занятия. Я выступаю публично. Я прекрасно помню, как когда я выступал, например, 7 лет назад, мне было необходимо, чуть ли два дня валялся я в кровати, потому что адреналин у меня настолько зашкаливал и вытекал из ушей, потому что одна мысль о том, что после-послезавтра у меня выступление заставляло мое сердечко биться чаще. Но чем чаще выхожу я в этот полигон, тренируясь в этом, тем спокойнее мне это. И потихоньку уверенности и знания о том, что я являюсь и могу быть полезным, настолько является высоким, что я не волнуюсь перед выступлением, потому что я воспринимаю участников не как своих врагов, а как своих союзников. Это люди, с которыми вместе я в альянсе, да, то есть во взаимодействии. А даже если волнение в себе я поймаю, мои товарищи, коллеги, волнуюсь, потому что тема серьезная, давайте ее разбирать. Сначала начнем с ваших вопросов. И все, волнение уходит. Поэтому здесь то, о чем сказала Лариса, что кто не волнуется, тот не артист вовсе, это не так. Зачастую это зависит от вашего стиля. С опытом вы можете волноваться все меньше и меньше, потому что все больше и больше у вас уверенности и базы. А тот, кто волнуется, он всегда повод поволноваться найдет. А если вы выбираете профессионально, на высочайшем уровне делать свою работу, зная, что вы к ней готовы, то волнение уходит. И важно с ним попрощаться, сказав ему пока. Потому что ваши драгоценные нервные клетки, они вам нужны, чтобы проживать счастье вместо волнения, правда? Но еще раз, что бы ни сказала Валентина, Лариса использует это для удара. Но кого она бьет в первую очередь? И еще раз, смотрите. Этот материал не состоялся бы, если бы в его создании не принимали участие большое количество людей, включая Ларису, Валентину и Максима. Мы с вами вгрызаемся в позиции, в мантии исследователя, в эти тонкие слои взаимодействия людей друг с другом, не обвиняя кого бы то ни было, а наблюдая. Потому что то состояние критического родителя, в котором пребывает здесь Лариса, оно всем нам знакомо, и как важно в себе его отслеживать и останавливать себя в нем. Об этом этот урок, а о чем он для вас уже. Ты можешь это волнение... Ты можешь это волнение... Если выше Валентина защищалась на эти стрелы, которые смазаны ядом стрелы обесценивания, она защищалась с мешками, она защищалась Максимом в том числе, она пыталась как-то предложить здесь дружбу, то сейчас эта стрела настолько выпущена сильно, настолько натянута была крепкая тетива, настолько смазана она ядом, что смотрите, как непроизвольно демонстрирует, какую мимику здесь Валентина, как бы показывая, что это обесценивание со стороны динозавра Ларисы аж физическую боль приносит, что организм пытается хотя бы вот этой гримасой защититься, потому что не может терпеть. Максим это наблюдая, будет плавно вдыхать в это сейчас расслабление. Но за кулисами волнение – это абсолютно нормально. Но за кулисами это волнение – это абсолютно нормально. Смотрите, когда критикующий родитель почувствовал кровь своей жертвы, как сейчас, почуяла эту кровь, потому что видно было, как Валентина среагировала, вы выше это наблюдали. Когда критикующий родитель режет ножом свою жертву и почувствовал, наконец, кровь, он переключается в задабривающего родителя. Ну я же ради тебя стараюсь, это нормально волноваться, да не переживай, все хорошо, да ты поволнуйся, это же ради тебя все, я же это все для тебя, ты потом мне еще спасибо скажешь. Вы понимаете коварство этой связки критикующего, ну посмотри, что ты делаешь в конце концов, и потом задабривающего, да я же ради тебя стараюсь. Вот можно сказать, с какой-то точки зрения причина сломленной души и разбитого сердца, это град внушений из этих двух состояний, критикующего родителя и задабривающего родителя, потому что этими жерновами он смалывает все что угодно. У тебя есть в Вале какие-нибудь лайфхаки, как не нервничать вообще, или ты вообще не нервничаешь? Это считать до десяти. Волнение ушло. А было? У меня было. Динозавр после того, как растоптает беззащитную курочку, пытается сделать вид, а разве здесь была курочка? Ой-ой. Чтобы иметь возможность себя не обвинять, конечно, было волнение. Конечно, здесь Лариса отдает себе отчет в том, что нормально так вонзила перочинный ножик в нежное беззащитное тело, можно сказать, творческое тело своим обесцениванием Валентины. Но чтобы казаться такой хорошей, что ничего не произошло вовсе, ой, а разве было волнение? Разве было? Разве что-то было такое? Это же просто мы общаемся. Мы же просто общаемся. Валь, у тебя есть какие-то претензии к своей песне? Тебе нравится она? Нет, у меня претензий нет. Я довольна и текстом. Вообще... Довольны вы или нет тем, чем вы занимаетесь, не имеет никакого отношения к тому, чем вы занимаетесь и что вы создаете. Зачастую человек может создать шедевр и оставаться этим недовольным. Зачастую человек может сделать что-то среднее и просто восхищаться и гордиться от всей души своей работой. Помните, да? Человек живет не в реальном мире, а в мире своих представлений. Что вы выбираете? Что вы выбираете? Какой путь здесь? И зачастую очень важно выбрать путь следующий. Завершив какую-то работу, тренировать свою способность быть ею довольным и думать о том, а что вы еще можете внести в вашу деятельность, чтобы и так то, что вы делаете хорошо, делать еще лучше. Чтобы самому радоваться, тренируясь быть довольным. Быть довольным – это навык, тренировать который важно. То довольны вы или нет, то счастливы вы или нет, можно сказать, в том числе зависит от каких-то внешних событий. И в первую очередь это ваше внутреннее состояние. А выбираете ли вы быть довольным? И здесь ключевым является, что же первично? Сначала человек тренирует себя быть довольным и ценить то, что у него есть. И тем самым он приумножает то, что у него есть. Или он приумножает все больше и больше, и потом он станет довольным разве? Вряд ли. Здесь масштаб вторичен. Привычка первична. В период вот этой своей всей мини-депрессии я написала эту песню, и для меня она значит очень-очень много. И то, что значит для вас очень много и является для вас дорогим, не позволяйте никому это топтать. Не допускайте. Дистанция и граница. Граница и дистанция. Не позволяйте. Зачастую другой человек в своей обратной связи и в так называемой критике любит изливаться желчью. И это никакого отношения не имеет ни к вам, ни к вашему творчеству. У него просто желчи так много, что все, что ему остается, это доказывать, кто не прав, и все вокруг ничего не умеют делать. Но это никакого отношения к вам не имеет. Храните себя и берегите себя. Во-первых, про то, что ну это же честно, ну это же правда, ну я же честный человек, ну я же честный человек, ну посмотрите на меня, ну я же честный человек, это же правда. Я про это выше говорил. Как правило, тот, кто честный, никогда не требует от себя необходимости многократно это повторять. И во-вторых, 10 из 10. Правильно. А какой смысл заниматься еще творческой деятельностью, если не оценивать свою деятельность на 10 из 10? Какой смысл тогда? Занимайтесь творчеством. Будьте довольны тем, что вы делаете. Ведь задача творчества в данном случае, что приумножать, скорбь или радость? Тут, конечно, вам выбирать. Но я приглашаю поисследовать вас возможность, занимаясь творчеством, приумножать радость в жизни. Она же такая быстрая, это жизнь. Радость приумножайте. Поэтому 10 из 10. Даже так. Вы у меня спросите, Альберт, а какую ты поставишь оценку в данном случае? Вот мне. Не, я вам скажу, 16 из 10. Красава. Молодец. Да, мне правда песня крутая, человек. Песня крутая. Итак, 10, 5. Так, это при том, что Лариса сурова. Я всегда в топе. Человек оказывается в неком топе и потом начинает верить в то, что он всегда в топе. Или сначала это человек в топе, и потом он в нём оказывается. Я приглашаю вас поисследовать возможность номер 2. Вне зависимости от того, в чём вы уверены, вы всегда этому найдёте подтверждение. В чём выбираете быть уверены вы? В том, что у вас всё получается наилучшим образом? Или в том, что у вас всё валится из рук? В том, что вы живёте и будете жить счастливой и наполненной жизнью? Или в том, что всё плохо? В чём выбираете быть уверены вы? И какие подтверждения этой уверенности вы можете собирать? Я всегда в топе, сказала здесь Валентина, как бы спонтанно, непроизвольно. Может быть, она с детства в этом уверена? А всё остальное — это лишь декорации в её жизни, которые подтверждают эту её уверенность. Это интересно замечать в людях, которые в этом неком топе оказались. Что бы вы ни сделали, манипулятор всегда будет использовать это как возможность вас ударить. В данном случае, как бы Валентина не спела, даже если бы это было как-то изысканно волшебно по-музыкальному и певчески, В любом случае, Лариса бы не запретила себе получить удовольствие от привычного для неё движения. Мы здесь можем наблюдать три движения в исполнении Ларисы. Во-первых, это палец. Во-вторых, это «ты не соответствуешь моим ожиданиям, ты меня разочаровываешь». И в-третьих, это взгляд в сторону. Можно сказать, это три привычных для критикующего родителя, в том числе, поведенческих приёма. И вопрос заключается вот в чём. А кто чем управляет? Или человек их производит? Или эти приёмы, уже откатанные и отработанные многократно на протяжении всей жизни, может быть, сами проживают себя этим человеком? И помните, в данном случае лучше не играть по чужим правилам. О, разрешите, откажусь. Так, извините, я шесть лет не училась. А можно что-то попроще? То есть ты считаешь, что это сложно? Конечно, ну как? Ну, это понятно, это круто. И всё правильно нужно петь. Но если человек хочет петь... Да пусть поёт на кухне тогда, если он хочет петь. Но это неправильно. Это субъективно. Это нечестно. Да? Да. Нет, есть профессия певца. Певец должен петь чисто, по крайней мере. И здесь мы можем уже наблюдать открыто и активно то, о чём мы говорили выше. И такие древние, знаете, поведенческие алгоритмы в том числе здесь можно наблюдать. Ну тебе чё, непонятно, что ли? Ну в конце концов, ну куда ты лезешь, а? Ну ты чё свою палку взял, слышишь? Иди к тем горивам. Ну чё ты, а? Певец должен петь чисто, по крайней мере. Ты сейчас спела вот эту очень простую распевку. Ты вообще ни в одну ноту не попала. Бывает. Но и в то же время это развлекательная передача. У Валентины здесь не было контракта попадать в какую-то ноту. Это передача развлекательная. Она это спела и потом посмеялась, потому что это развлечение для зрителя. У неё не было контракта как-то соответствовать ожиданиям. То есть можно сказать, здесь Лариса взяла Валентину на понт таким образом, что Валентине на какое-то время показалось важным соответствовать ожиданиям Ларисы. И здесь Валентина плавно себя реанимировала, ну бывает, добавив лёгкости. И это прекрасно. Как иногда Ларисе удаётся её поцепить, потом Валентина как бы отпускает. Володил бы я такой способностью в 19 лет? Вряд ли. Да и не было такого у меня. Я бы в данном случае, наверное, уже под столом спрятался здесь, испугавшись этих динозавров. Поэтому здесь блестяще себя ведёт Валентина. Да, иногда может устраивать бунты, но остаётся человеком, который приглашает дружить, а не воевать на ровном месте. И смотрите, как тем самым легко Ларисе с каким желанием ищет она повод накатить бочку, чтобы доказать, что все вокруг неправы. Конечно, неправы. С одной стороны, попытка Максима защитить здесь Валентину, а с другой стороны, как пытается здесь Лариса, сделать Максима своим союзником, чтобы пытаться уже давить на Валентину с ним вместе, а не в одиночку. Критическому родителю, критикующему родителю так нужна поддержка. Он кажется таким сильным, крепким динозавром, но он слаб. Ты же не стремишься стать профессиональным вокалистом, правильно? Ах ты сказал, что я стремлюсь стать профессиональным артистом. А для чего тогда ты всё это делаешь? Просто потому, что мне нравится. Так, неплохо она защищается, но нужно и дальше продолжать катить на неё бочку. Сейчас повод для этого я найду. Так, до чего бы докопаться? Надо до чего-то докопаться. Так, до чего же докопаться? Ну ты же хочешь завоевать какую-то признательность, любовь, правильно? Да я уже завоевала то, что хотела. Она уже завоевала. Хорошо. Ну вот, знаешь, я вот такие разговоры вообще... Можно я уйду, а? Нет! Можно я уйду, Максим? Дело в том, что я замечаю, что мои манипулятивные приёмы здесь чего-то не срабатывают. Я пыталась заставить её оправдываться, что она не умеет петь, а она говорит, что она этим занимается, потому что ей нравится. Я пыталась заставить её оправдываться перед собою тем, что... Но она же хочет завоевать зрительские сердца и симпатии, а оказывается, у неё уже давно это есть и гораздо даже больше, чем даже я могу сейчас это представить. И, видимо, мои приёмы не срабатывают и меня кладут на лопатки здесь. И можно я уйду, чтобы хотя бы таким образом сохранить своё лицо и чтобы вызвать у вас необходимость уговаривать меня с вами остаться? Чтобы таким образом я могла как бы говорить далее, но я же здесь, потому что это вы меня попросили. Вы же меня попросили, поэтому с вами здесь я нахожусь. Можно я уйду? А, можно я уйду? Но хотел бы человек уйти, ушёл бы давно. Можно я уйду? Это просто шантаж уходом, чтобы заставить других плясать под свою дудку и искусить их себя уговаривать остаться. Можно я уйду? Я тебя умоляю. Это не для меня всё. Давай послушаем следующий трек. Итак. Ну ладно, уж ты у меня поуговаривал, тогда уж так и быть останусь. Поуговаривал, останусь. Во-первых. И во-вторых. Уважаемые зрители. Я сейчас вместе с вами раскрываю тему не того, какие это люди. И Лариса, и Валентина, и Максим. Это могут быть прекрасные люди в жизни за пределами этого ритуального пространства и этой передачи, в которой они находятся. Мы здесь именно о том, как они проявляются здесь и как бы какие доспехи в них каким цветом блестят. То есть мы видим эти состояния, в которых они оказались. И преимущественно любой, оказавшись в такой же ситуации, может быть, проявлялся бы так же. Ведь вы знаете, что в противодействии человека и ситуации, как правило, побеждает ситуация. Ситуационное воздействие никто не отменял. Учитывая, сколько лет Лариса посвятила пению и искусству своему, конечно, ей может больно признать, что есть молодая девочка, которая в свои 19 лет сама оказалась на вершине славы. И для того, чтобы сбавить боль этого напряжения, она и начинает активно нападать, приукрашивая это тем, что учит ее жизни. То есть смотрите, здесь сама конфигурация пространства такова, что эти люди, оказавшись в этих ролях здесь, разве могут вести себя иначе? Вот в чем вопрос. Поэтому я вот уже не в первый раз это повторяю в пространстве этого материала. Потому что я сам могу ловить себя на том, как могу начинать катить бочку на каких-то участниках, участников передачи. Но это очень важно себя останавливать и постоянно следить за тем, чтобы мы находились в роли исследователя, а не в роли очередного преследователя, который говорит, как надо, как не надо. То есть тема в том, что именно благодаря Ларисе здесь, Валентине и Максиму, мы видим такой ценный материал поведения человека. А ведь если хотя бы одного из них здесь не было, это бы не состоялось. Поэтому это важно учитывать. Каждый раз, когда вы чувствуете, что вы проваливаетесь в позицию преследователя по отношению к Ларисе, останавливайте себя. Воспринимайте Ларису здесь как источник важных знаний. Потому что если бы она проявлялась иначе здесь, был бы тогда этот учебный материал. Я думаю, нет. Либо если бы он и был, этот выпуск, я бы лишь по касательной с ним познакомившись сразу бы закрыл. Но я его увидел, заинтересовался и подумал, как же здорово, какой сок, который может быть полезным, если рассмотреть и препарировать его под лупой и скальпелем в том числе, изучая, какую пользу можно отсюда извлечь. Мы говорим с вами не о людях, а об их проявлениях в этом пространстве. Лариса Долина, Валя Карнавал. Первый раунд позади. Макс, можно, правда, я уезжаю. Ну ладно. Ну, мне неинтересно и неприятно. Это для меня просто паноптикум все. Вот разговор с девушкой, которая сидит, которая ничего не знает. Я хочу, чтобы ты приняла то, что я говорю. Я уже сказал. Так, ну, девочки, не ссорьтесь. Лариса, я тебя умоляю. Да при чем тут ссоры? Ну подожди. Да я абсолютно спокоен. Что по мне не видно, что я полностью спокоен. Я сейчас нахожусь в фантастическом, полном, умиротворяющем умиротворении. Что по мне непонятно, что ли? Что здесь непонятного? Я абсолютно спокоен. Я спокоен, полное спокойствие здесь. При чем здесь это? Я спокоен. Видите, какой я спокойный. Это такой утрированный пример, насколько сильно внешнее может не соответствовать внутреннему. Я сейчас имею в виду с точки зрения свое в коммуникации. Да какая ссора, мы совсем не ссоримся. При чем здесь ссора? У нас мирная дружная беседа. Как бы на социальном уровне именно сами слова о какой-то беседе дружной, а то, что между строк, наоборот, разжигает конфликт. То есть я здесь это имею в виду про два слоя в коммуникации. Нет, здесь не может быть своя правда и не своя правда. Понимаешь? Здесь есть одна правда только. Либо ты хорошо поешь, либо ты не поешь вовсе. Но в то же время, хорошо ты поешь или нет, определяю я. Носитель правды здесь я. Можешь ты петь или нет, решаю я. Я это решаю. Согласен. Вот и все. Согласен. Ну классно, я тебе говорю, ради этого это шоу придумано. Ты идеальный, ты впервые идеальный человек, который пришел сюда. Ну потому что мы хотим конфликта поколений. Если происходит то, повлиять на что вы не в силах, вам остается разрешить этому происходить, подтверждать то, что это происходит. И таким образом, взяв захват, начинать этим управлять. Как здорово, что ты сюда пришла, Лариса. Давно я такого не видел. Ты идеальный гость для нашей передачи. Вообще классно вместе с тобой передачу записывать. Этот прием использует здесь Максим для того, чтобы взять управление на себя, вернуть, немножко сбавить напряжение. И таким образом и себе сказать, и им, что все в порядке, что происходит здесь. Давайте оставаться людьми, возвращаемся и продолжаем работать дальше. Если в конце ты кинешь торшером Валю, будет сумасшедший просмотр. И это прием, который является здесь превентивным. Если в конце вы еще выйдете отсюда, хлопнув дверью, то это вообще будет прекрасно, знаете. Конечно, услышав такое, человек даже и не захочет выходить из кабинета, захлопнув дверью. Ему же об этом сказали уже. И если он это сделает, то будет складываться такое впечатление, что он это сделал, потому что ему об этом сказали. Превентивный удар здесь в исполнении Максима мы наблюдали. Это прекрасные приемы, которые он использует здесь, чтобы работать с этим напряжением. То есть он как бы разрешает этому напряжению здесь происходить, тем самым заметно его ослабляя. Вот. Ну вот уже не дождешься. Хоть здесь мы сошлись во мнениях. Потому что я такое люблю, в принципе. Люблю поделиться. Такое? Я сейчас ее слушаю и не делюсь. Что значит такое? Поскольку Максим складывал здесь, образно говоря, заклинание, которое понижает напряжение, но напряжение в Ларисе остается в том числе, ей необходимо просто-напросто перенаправить этот поток. И вот здесь она и делает захват, услышав слово в исполнении этого молодого человека, которое ей не понравилось. Что это значит такое? То есть смотрите, насколько эта агрессия является безобъектной и жадно ищет повод, чтобы себя изливать. Что даже слова в записи этого молодого человека для этого подошли. Мне нравится движуха такая. В общем, по-моему, неплохо. Мама, я тут картину нарисовал. Посмотри, пожалуйста, как тебе? По-моему, неплохо. Мама, я тут школу закончил с золотой медалью. Посмотри, как тебе? По-моему, неплохо. Мама, я тут, короче, Нобелевскую премию получил. Ну, как тебе? По-моему, неплохо. Мама, уже давно нет возможности тебе что-то сказать и показать. Но твой голос у меня в голове, что я всегда недостаточно хорош, продолжает орать мне прямо в среднее ухо. Это я к тому, что родительские предписания никто не отменял. Неплохо. Но разве слово «неплохо» это не обесценивание? Вот что вы думаете по этому поводу? Ведь бывает хочется сказать человеку «слушай, здорово у тебя получается, реально классно». Но какая-то волшебная сила запрещает этому человеку так говорить. И он просто может лишь выдавить из себя «ну неплохо, ну ты мог лучше». С одной стороны, он может сказать «ну это ж честно, я ж тебе честно говорю правду». Но с другой стороны, это то, что что приумножает, на ваш взгляд, радость или скорби в жизни? Как важно тренировать в себе способность хотя бы раз в день что-нибудь хорошее сказать. У тебя нормально, да? Ты как к рэпу относишься? Ты знаешь Андрея да Винчи? Валь, ты никого не знаешь, ни Панайотова, ни да Винчи вообще. Ой, сейчас помню песню! Скажи, пожалуйста. И мне очень нравится. Мне нравится, как эта девочка поет. Мне нравится... Валь, позовешь Ларису снять тик-ток совместный, а? Представляешь, какая-то бомба будет, Лариса? Она не согласится. Не согласится? А ты попробуй после программы. Даже когда мы выше наблюдали конкретную ненависть и обесценивание со стороны Ларисы по отношению к Валентине, смотрите, Валентина считает важным сохранить лицо здесь своему оппоненту и не атаковать в ответ. Она не говорит «Вы что смеетесь ее звать со мною вместе выступить?» Она говорит «Я думаю, она не согласится». То есть, смотрите, как Лариса не унижала выше Валентину, Валентина считает важным не отвечать унижениями в ответ и оставаться с человеческим отношением. Это позиция силы. А? Тебе не надо будет ничего открывать. Вообще. И как речь о какой-то выгоде пошла здесь, смотрите, как мягко стал проявляться этот критикующий родитель. Поговорим. Поговорим об этом. Словно говорит здесь Лариса, когда запахло какой-то выгодой дополнительно для себя. Поговорим. Валь, берешь Долину в свой тикток? Можно. Конечно. Ну вот все. Слава богу. Мы... Ну так, средненько. Для меня не в лучшую сторону. Для меня лично. Да, ушел я от Тимоти. Ну парень-то талантливый. Способный, я бы так сказала. Ага. Это разные вещи. Лариса уже за тебя все. Этим же голосом матери обычно говорят. Не звони ему. 5, 6 и 9 это... 20. Валя, ты не грустишь, я надеюсь? Нет, у меня все отлично. Я не могу назвать это пением в принципе. Ну извини меня, я по-другому не могу разбираться. А, понятно. В отличие от Валентины, я себя никогда не слушаю. Угу. Хорошую музыку надо слушать. Угу, ясно. Валентине нравится слушать себя, свою музыку. Да, вместо того, чтобы слушать себя, надо слушать хорошую музыку. Например, каких-нибудь английских, английских исполнителей. А себя-то что слушать? Это разве у нее музыкой можно назвать? Слушай хорошую музыку, девочка. Видите, косвенные оплюхи продолжают и здесь давать о себе знать. Валентина не ведется на эту провокацию, не заставляет себя объяснять Ларисе и доказывать ей, что она не права. В лобовую атаку не идет. Спокойно позволяет Ларисе иметь свое мнение и выдерживает силу молчания. Это молчание является силой и оно может быть вашим союзником. Когда человек начинает со слюнями изо рта что-то доказывать, это слабая позиция. Не надо так. Довольна ли ты сегодняшней программой? Да, было круто. Одну какую-то фразу на путстве для Вали. Нуждается ли она в моих советах? Я так поняла, что нет. Но разве мы с вами выше не наблюдали здесь громады непрошенных советов и наездов? Разве мы это не наблюдали только что? Но зачастую человеку так хочется к завершению казаться таким хорошим и пушистым. Это просто мы развлекались таким образом. Ну и что, что моя подошва стоит на лице другого человека? Это просто мы так весело проводим время. Правда же? Да, я так понимаю, это весь выпуск пила успокоительная. Это просто вода. А как насчет Стиви Вандера? Не знаю. Заставь себя сначала, а потом ты влюбишься так? Спасибо большое. Пожалуйста. Не так резко относиться к молодежи. Я не могу резко относиться к молодежи. Я к ней не могу. Дети, это мои дети, которых я учу не просто петь, а я учу их жизни. И они слушают мои советы. И поверь мне, что я их люблю как своих собственных детей. Я говорю то, что я сама прожила. Мы же в конце обнимемся. Это обязательно? Это было очень гармонично. Это супер выпуск. Уважаемые зрители, я приглашаю вас плавно завершать изучение этого материала. И обратите внимание, что у меня есть выпуск, который посвящен речевым стратегиям и мышлению Максима Галкина. Вы сейчас видите на экране название этого выпуска. Если вы введете в поиски Максим Галкин, речевые стратегии, либо Максим Галкин, Альберт Сафин, то вы легко этот выпуск найдете. Он продолжается 2 часа 34 минуты 35 секунд. И может быть по-настоящему полезным. На мой взгляд, многому можно у Максима смело учиться. Мы плавно подходим к завершению изучения этого материала. Я смело приглашаю вас подумать, а что было для вас самым полезным здесь. Сказка-ложь, да в ней намек, добру молодцу урок. Моя задача была вынести на поверхность ряд гипотез. Если хотя бы одна из них окажется для вас полезной, особенно в долгосрочной перспективе, это будет для меня большой наградой. С вами Альберт Сафин, автор и ведущий курса развития стратегического мышления. Думать долгосрочно и действовать точно. Правда, этот выпуск в большей степени был посвящен взаимодействию людей друг с другом и коммуникации. Имейте в виду, что если вы проживаете в Санкт-Петербурге или в Москве, у вас есть возможность обучения на очном и долгосрочном курсе стратегического мышления. Для получения более подробной информации смело можете писать мне в личные сообщения. Мои контакты легко найти. Кроме того, знайте, что у вас есть возможность индивидуального взаимодействия со мною для решения ваших личных и профессиональных задач, где бы вы ни находились, так как индивидуальные сессии я провожу через онлайн. И знайте, что большая библиотека учебных материалов в открытом доступе к вашему вниманию. Вы можете изучать материалы в удобном для вас темпе, в удобной для вас последовательности. У меня все онлайн материалы в открытом доступе. Изучайте, обогащайтесь, держите меня в курсе ваших побед. Я благодарю вас за внимание. Я чувствую радость и приятную усталость, завершая работу над этим выпуском. Я очень рад, что он был для меня известным. Я посвятил время этому разбору. Смело предлагайте ваши варианты, какие материалы можно брать мне и посвящать им выпуск. Просто пишите ваши предложения в комментариях к любому выпуску у меня в социальной сети YouTube, так как я комментарии слежу за ними. И, как правило, разные идеи для выпуска извлекаю из ваших комментариев. Поэтому смело можете писать и делать для меня известными материалы, которые, как вы считаете, были бы интересны под нашим с вами пристальным изучением. Я благодарю вас за внимание. Я приглашаю вас вот о чем подумать. Изучив этот выпуск, что вы выбираете делать перестать и что вы выбираете делать начинать. И с радостью и с благодарностью к его участникам мы плавно с вами завершаем. Смело пишите, что было для вас самым полезным. Ваша обратная связь в том числе вдохновляет меня и дальше продолжать создавать такого рода учебные материалы. Я благодарю вас за внимание. До скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok